уважаемые друзья и гости канала приветствую вас на моем канале сегодня мы с вами отправимся к священному сердцу инков где есть конечно останки древних цивилизаций намного древнее инков также обратим ваше внимание что сюда не водят туристов и место сохранилось с тех времен как его разрушили монахи испанцы белая скала в вилькобамбе или священное сердце инков в самом сердце перу инков скрытым в горах и затененном более знаменитыми руинами инков в мачу-пикчу и вокруг куска находится редко посещаемая и малоизвестная резная скала в вилькобамбе но это забытая скульптура была одним из самых священных мест в империи инков это место и здание в соседнем поселении виткос были церемониальным сердцем империи инков именно сюда отступил инки и здесь вымерла последняя культура инков открытие сердца инков вилькобамбы в 1911 году американский политик и археолог хайром бингхэм начал научное изучение древнего поселения инков в перу под названием мачу-пикчу он был опытным альпинистом научившись этому искусству у своего отца и это очень помогло ему в его исследованиях инков в июле 1911 года бингхэм отправился в археологическую экспедицию финансируемую ельским университетом основной целью этой экспедиции было открытие затерянного города инков известного как вилькобамба хотя шансы найти это место считались довольно низкими мужество и стойкость хайром и бингхэма привели к окончательному успеху экспедиции вилькобамба и близлежащие виткос были расположены и нанесены на карту бингемом а секретная вторая столица инков снова появилась на карте белый камень вилькобамбы и виткос расположены на вершине холма примерно в нескольких сотнях метров над деревушкой он коколе расположенной в долине вилькобамба виткос был поселением высокого статуса предназначенным для резиденции знати инков и в качестве церемониального центра регион где расположен виткос довольно неприветлив местность включает в себя низменные джунгли заснеженные горы реки и леса а транспорт и доступ в этот район довольно затруднены даже сегодня но инка был здесь по крайней мере с 1450 года нашей эры в то время они основали свои основные центры в вилькобамбе мачу-пикчу виткос и чикикира виткос был в основном домом в этот период для ряда королевских инков он также был популярен как религиозное место особенно недалеко от нуста испана белой скалы после завоевания инков испанскими конкистадорами виткос был значительной степени забыт и лежал относительно нетронутым в течение столетий пока его вновь не открыл хайром бингхэм во время своей экспедиции в 1911 году описание оставленное конкистадорами привели бингема к сосредоточению внимания на регионе называемом разоспата те же описания в конечном итоге привели его к открытию дворца виткос и священного белого камня но здесь бингхэм допустил ошибку составив карты обоих объектов он продолжил свои поиски последнего города инков только позже ему удалось правильно идентифицировать вилька бамбу и виткоса зато кем они были виткос по-прежнему редко посещают люди и он не был восстановлен в отличие от ряда более известных памятников инков он расположен в легко защищаемом месте окруженном крутыми горными склонами куда можно добраться только по одной узкой полосе великолепный вид на горные перевалы приближающиеся к участку дает понять что это было важное место в ландшафте ностоиспана или белая скала находится неподалеку священная скала имеет около 15 метров в поперечнике и покрыта гравюрами и резьбой белый камень расположен в центре храмовой площади где совершались ритуалы инков предположу что белый камень выделялся цветом инки его использовали как алтарь в своем храме солнца резной камень имел естественный источник бегущий вокруг скалы создавая темную лужу ее основания было известно что жрецы инков призывали духов в этом бассейне расположенному вертикальной стены камня первые испанцы посетившие виткас во время правления манка инки правителя инков после конкистадора посещали важные ритуалы инков в белом камне некоторые находки показывают что титу куси сын манка инки пригласил двух монахов погостить в виткас однако два монаха верили что скала на самом деле была посвящена поклонению дьяволу в некоторых сообщениях даже говорилось что дьявол появлялся у белого камня было известно что дьявол ранил и убивал своих почитателей издавая при этом дикий рев считалось что люди будут приходить из отдаленных мест чтобы приносить жертвы и дары из страха перед этим дьяволом в результате испанские захватчики решили уничтожить это место по словам бингхэма в то время как титу куси был в другом месте брат гарсия и брат артист сопровождали обращенных туземцев на это место чтобы сжечь храм солнца опалив близлежащую белую скалу акт сожжения храма солнца был в основном направлен на изгнание люцифера дьявола из этого места однако этот поступок разозлил инку и они чуть не убили двух монахов но титу куси был известен как щедрый человек и по-видимому политический прагматик поэтому он пощадил жизни двух монахов изгнав одного из империи инков но позволив другому монаху ортису остаться к сожалению это решение оказалось фатальным для монаха ортиса когда титу куси внезапно умер от неизвестной болезни народ линков начал обвинять монахов смерти титу куси по этой причине монаха ортиса пытали и в конце концов убили сегодня обработанные камни разбросаны у скалы великого храма и отмечают место где совершались священные ритуалы инков этот текст от католического священника и хрониста перу и боливии антонио де ла каланча о том что брат гарсия и брат артиз слышали в храме солнца в этом месте находился храм солнца а внутри него был белый камень над водным источником здесь появлялся дьявол и это был главный мочадера слова которым индейцы обычно называют свои святые места там был дьявол возглавлявший легион девалов внутри белого камня под названием юрак руми который находился в храме солнца он преследовал всякого кто не верил в эту святыню и многие умерли поясним что имеется в виду голос из камня а может и видение у водного источника дьявол отвечал из белого камня и несколько раз его можно было увидеть его камень находился над водным источником и туземцы поклонялись воде как чему-то божественному если рассуждать об этом с нашей современной точки зрения 21 века то это смахивает на голограмму со звуковой поддержкой он говорит о звуке из камня этот звук мог отвечать на вопросы еще можно было видеть изображение так что увидел и услышал монах что он принял это голос дьявола а может это просто суеверный страх перед неизведанным сподвиг монахов разрушить храмынков но они не смогли сломать древние камни а мы с вами уважаемые друзья увидимся в следующем видео и спасибо вам огромное за лайки и подписку желаю вам удачи и здоровья и приходите еще